Виталий, приветствую тебя! Немножко мы смятили наш с тобой привычный эфир, обычно в понедельник, сегодня и во вторник, но это потому, что у меня возникли технические трудности в ходе первашнего дня, поэтому, собственно, эфир решили провести сегодня. Как и всегда, обсуждаем технику, фундамент, рыночные возможности, делимся с нашими подписчиками, с теми, кто следит за нашим совместным контентом, как и что можно в моменте использовать, что можно делать на финансовых рынках, как на всем этом заработать. Со времени нашего с тобой последнего эфира прошло, на самом деле, очень много времени и очень много фундаментальных событий было за этот период времени. Я думаю, все прекрасно видели, как и где сейчас остается, в принципе, индекс американского доллара. Мы с тобой комментировали, опять же, что доллар сохраняет потенциал роста, поскольку такой на фон в виде ожидания повышения процентной ставки. Чем больше будет фундаментальных сигналов, сильной статистики того, чтобы американский регулятор мог разгуляться, тем, конечно же, более активно ФРС будет получать процентные ставки, что положительно сказывается и будет сказываться на курсе американского доллара. На фоне роста доллара риск весь без исключения оказался под давлением, поэтому мы видели серьезные потери и по евро, по фунту, по австралийцу, новозеландцу и так далее. Даже фондовый рынок, который, в принципе, некоторое время назад начал подавать надежды и вследять уверенность в оптимистов, развернулся и дал серьезную коррекцию. Сейчас ситуация, в принципе, не меняет индекс доллара, который, ну, лично я на своих брифингах, да и периодически, когда касался его будущего, на наших с тобой эфирах допускал, что индекс доллара может легко восстановиться до 110 долларов. В принципе, вы, все друзья, это видели. Эта цель была протестирована, индекс доллара достиг этой психологической планки, и сейчас вот началась коррекция. Данные по Non-Farm Parallels, которые вышли в пятницу, оказали, ну, неоднозначное влияние на рынок. Это как бы с одной стороны, потому что вроде бы как общее количество новых рабочих мест, показатель нормальный. Но с другой стороны, рост уровня безработицы, к этому есть определенного рода вопросы, и нет возможности прямо точно сказать, что вот те компоненты этого релиза указывают на то, что рынок труда прогрессирует. Но опять же, я согласен с теми, кто считает, что правильно интерпретировать данные и их силу, нужно на основании того, как после этого отчета меняется вероятность или уверенность участников рынка в том, что ФРС будет активно повышать ставку. Инструмент FedWatch, который я рекомендую периодически просматривать вам, друзья, если вы тоже следите за тем, как и что будет происходить с долларом с учетом ожидания повышения процентной ставки. После выхода отчета по Non-Farm Perl, вероятность повышения процентной ставки на 75 байсных пунктов стала выше, чем до выхода релиза, и сейчас в районе 75 сотых процентов. Поэтому я как бы для тех, кто все-таки работает с индексом доллара, хочу подсветить, что на мой взгляд потенциал роста этого инструмента еще есть, он сохраняется. Но сейчас вот в рамках этой недели, может быть, интерес к доллару будет уже не таким значительным, потому что ключевые отчеты, значимые релизы, заседания Федрезерв и Non-Farm – это вот все позади. До сентябрьского заседания американского регулятора еще две недели. Поэтому сегодня я хотел бы больше даже внимания уделить европейской валюте. Давай к демонстрации крантов перейдем. У нас четверг заседания ЕЦБ, да, поднятие стало? Да, да. Вот как раз так видно экран? Да. Как раз сейчас на экранах пара евро-доллар, котировки 0.9965. В целом, евро уже ниже паритета. Я, честно говоря, вижу не так уж и много шансов у европейской валюты сейчас прям существенно восстановиться выше паритета. Хотя допускаю, что, как правильно отметил, да, очень важное событие в этот четверг – заседание Европейского центрального банка. И поскольку обычно за такого рода событиями следует значительная волатильность, я думаю, что может быть еще один заход выше паритета, допуская даже, что пара евро-доллар попробует восстановиться до уровня 1.0050 или даже 1.01. Но все-таки любые попытки Европейского центрального банка сейчас тоже как бы подключиться в эту гонку активного повышения процентной ставки, вряд ли будут иметь какое-то долгосрочное продолжение. Потому что даже если Европейский центральный банк повысит ставку на 75 байсных пунктов, мы прекрасно понимаем, что ЕЦБ будет сильно отставать от американского регулятора. Да и в целом, учитывая консервативную позицию ЕЦБ, может быть, даже следующее повышение процентной ставки нам придется ждать очень длительный период времени. И, конечно же, любая попытка евро сейчас выкупить на решение по росту процентной ставки, она будет, это мое мнение, обречена на провал на фоне вот этого растущего риска рецессии, который увеличивается с каждым днем в ЕС на фоне слабых данных. И из-за усиливающегося, углубляющегося аналитического кризиса. Опять же, вот вчера было очень много статистики по сфере услуг, это продолжение тех релизов, которые были опубликованы еще неделю назад, по активности в промышленном секторе. И вся статистика тотально прям, ну, хуже некуда, значений ниже 50, значения, которые многие уже сравнивают, вот по масштабу провальности с уровнями кризиса 2008 года. И хочется, опять же, напомнить, друзья, что я на своих брифингах, на вебинарах неоднократно отмечал, что мы прям 100% увидим значение еще хуже, чем были в 2008 году. Потому что сейчас ситуация, ну, прям беспрецедентная. Потому что ситуация на рынке энергонаркетителей толкает инфляцию вверх, и это уже создает условия для рецессии в европейской экономике. А по поводу аналитического кризиса, оно и понятно из-за сокращения поставок углеводородов в страны ЕС, из-за того, что «Газпром» полностью прекратил поставки. Это как, опять же, ответная мера на решение Запада установить предельную цену на поставляемую российскую нефть на глобальные рынки. И в конечном счете, если развить эту тему, при таких вводных есть очень высокая вероятность того, что рынок окажется в условиях еще большего дефицита предложения. Ну, по крайней мере, про газ мы так точно можем сказать, потому что лучшей лакмусовой бумажкой того, как рынок реагирует на сокращение предложений, являются актуальные цены. Сейчас цены на топливо голубое продолжают расти и держатся в районе там 3000 долларов за 1000 кубических метров газа. Я думаю, что в конечном счете через месяц-два мы увидим эффект с временным лагом, пусть небольшим, но эффект роста цен на энергоносители на инфляцию. И вот тут, пожалуйста, реализуется мой сценарий, что европейская экономика окажется в лицессии уже по итогам трех кварталов этого года. Я сторонник, что евро-доллар протестирует поддержку 0,98-0,97, хотя не думаю, что европейская валюта может просесть так глубоко, как прогнозируют, например, аналитики Саксо-банка, ожидающий, что пара евро-доллара будет на отметке 0,8 котироваться. Ну, это, наверное, слишком, это серьезный перебор. И при курсе 0,8 уже действительно мы будем подключать все чаще в разговоры тему того, что не станут ли страны Европейского Союза вовсе начинать постепенно отказываться от евро. Сейчас короткие позиции, я рекомендую сделку, все-таки попробуем поработать с сценарием того, что существенно выше евро мы текущих уровней не увидим, поэтому я рекомендовал бы дождаться теста уровня 0,99, шортить дальше уже с целями 0,97,50 и стопом на уровне 0,98,60. Так, по индексу доллара, те, кто в длинных позициях покупают, друзья, я вас поддерживаю. Думаю, что мы вернемся правильно к 110 пунктов, может быть, даже уже в рамках этой недели. Сегодня, кстати, важный отчет по ISM сфере услуг, который выйдет в 14.00 по GMT. И от статистики я жду неплохих цифр. И если вспомнить реакцию на ISM производства всех, как на прошлой неделе, индекс доллара, кстати, на той статистике вырос, и то же самое может произойти и на текущем отчете. Еще хотел подсветить пару доллар-канадец, потому что сейчас есть возможность поработать с канадцем на ожиданиях роста рынка нефти и на ожиданиях завтрашнего заседания Банка Канады, в ходе которого ставка может быть повышена на 75 байсных пунктов до 3.25. И на данный момент пара доллар-канадец котируется на отметке 1.31.20. Я думаю, что канадский доллар в ближайшей сессии может укрепиться. Поэтому рекомендую дождаться теста поддержки 1.31, шортить с целями 1.29 и стопоса на уровне 1.37.60. По остальным финансовым активам пока сказать нечего. То есть все идеи, которые ранее я транслировал на своих дрифингах, они уже принесли хороший профит. Поэтому сейчас фокусируюсь только на евро, на индексе доллара и на еще канадском политическом активе. Так, у меня здесь небольшая заминка. У меня почему-то, наверное, что-то глюкнуло с экраном или через платформу. Давайте, я тогда графики показывать не буду. Хорошо? Я словесно скажу. Я буду смотреть на телефоне. Тогда продолжаем. Итак, напомню, что у меня немножко подвисли графики в формате стриминга. Всех приветствую. Ну, в принципе, я тебя поддерживаю. У нас на прошлой неделе, когда мы с тобой выступали, я аналогично выступал за рост индекса доллара, за шорт евро-доллара. У меня была, я добавил, скажем, другую валютную пару. Я покупал доллар-франк. В принципе, очень хорошо себя отработало. Данный инструмент. Также была у меня рекомендация по нефти. Она тоже интродэй на тот же день отработала неплохо. Сделали несколько долларов. Но в итоге нефть достаточно неплохо так ушла вниз. Поэтому пока на текущий момент я не вне рынка по ней. Что касается новых каких-то идей по рынку, по валютному рынку. В принципе, все валютные пары, они находятся как-то на своих таких минимумах, экстремах. Кто где, там, канадский доллар на максимумах, евро-доллар на минимумах. И с этих минимумов может быть какая-то коррекция. Пока нету сильных каких-то сигналов. Но шортить тот же, допустим, евро-доллар с текущих. Или шортить там австралийский доллар или новозеландский доллар. Возможно, скажем, на продолжение тренда. Но здесь можно попасть на коррекцию. Эта коррекция может затянуться. Скорее всего, там будет продолжение движения по тренду. Но лучше быть вне рынка. Но рискнуть, скажем так, какой-то небольшим риском можно. Какие идеи я бы хотел новые добавить? Это по биткоину. Достаточно в интересной формате. Я всю прошлую неделю своим ребятам советовал покупать криптовалюты. Но эти криптовалюты, это был эфир. Там был очень хороший паттерн. Он неплохо себя отработал в лонг. Ну и другие там лоткоины и так далее. А вот биткоин почему-то не растет. И такое ощущение, что он не хочет дальше расти. Хотя его немножко так подкручивают. Там есть ключевой уровень поддержки 19500. И если мы его будем пробивать, то биткоин может очень сильно улететь вниз. Среднесрочные цели, напомню, по биткоину где-то в районе 15000-10000. Конечно, это с какими-то будет коррекциями. Но пока у меня такое мнение. Рискованно, конечно, выше 19650. Возможно присмотреться к покупкам. Возможно, так скажем, боти эту зону удержат. Но обязательно ставить стоп-лосс на 19500, если хочется купить. И после пробития 19500 я бы здесь выставил лимитку на шорт. Со стоп-лоссом условно 500 долларов. И с этого накопления мы можем неплохо уйти вниз. Дальше. Ну, по валютам я уже высказался. Другие инструменты аналогичные. СНП-500. Здесь тоже мы находимся на таких, так скажем, минимумах за последние три торговых недели. И тоже шортить с текущих как-то не сильно хочется. Может затянуться какая-то коррекция достаточно сильная. Я бы хотел... Я вчера с ребятами разбирал две достаточно интересные бумаги. Это для среднесрочного трейдинга. Кому интересно, можете их посмотреть. У кого есть доступ к данным бумагам. Это такие две бумаги, как Visa. Я думаю, Visa все знают компанию. И Federal Express. Это американская, скажем так, компания, которая занимается доставкой. Да, почта, скажем, частная. Вот по этим двум бумагам, возможно, назревает... Ну, как мы уже знаем, что, как я уже ранее говорил, по S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. И я вижу глобальное снижение. И, скажем, мы вступили в процессию. Я думаю, что 2023-2024 будет достаточно плохим. И я вижу шорты. И кто там торгует индексы, кому интересно акции поторговать и визу. У нас, получается, Visa торгуется где-то в районе 200 долларов. Ее отсюда плюс-минус возможно рассматривать на шорт глобально. Я думаю, где-то в районе 150. Это первая цель. И 100 и ниже. То есть это глобальные цели. Ну, и Federal Express у нас, получается, текущие цены где-то в районе аналогично 200 долларов. Там 210-220 мы торгуемся на сегодня. Там аналогично вижу снижение с целями 100 и ниже. Там неплохие паттерны. В следующий раз, когда будет возможность, я покажу. Мы на глобальных графиках, недельных графиках рассматривали снижение. Поэтому вижу такое снижение. Поэтому шорт-тим, ну, это такие длинные позиции на несколько кварталов, скажем, полгода-год. Кто умеет удерживать, возможно, скажем, на шорт-тиме через, скажем, акции или CFD-контракты, это, возможно, там через опционы, да, дальние рассматривать доступ к опционам. Потому что, чтобы там какие-то СВП не пересиживать и так далее. Ну, и, в принципе, у меня все. Кратко высказался. Понял, Виталий, спасибо. Спасибо за фондовый рынок отдельный. Я думаю, что можно даже будет действительно разнообразить. Помимо наших традиционных финансовых активов, уже давать идеи и по другим инструментам, чтобы охватывать более широкий рынок, возможно, который более читаемый и предсказуемый с точки зрения фундаментальных каких-то событий, анализа отчетности и так далее. Виталий, спасибо тебе большое еще за твои рекомендации. Ну что, следим тогда за тем, как рынки поведут себя дальше. И до скорого эфира. Пока. Все, пока. Удачи. Продолжение следует.